Там в Останкино в студии ждет нас Алена Водонаева, телеведущая, в прошлом участница Дома-2. Алена, доброе утро. Доброе утро, Алена. Доброе утро, дорогие мои. Вы такую интересную тему затронули. Так, она близка, да? Ну, она всем близка. Вы знаете, у нас тут компьютер дымится, твиттер разрывается, полстраны вообще обсуждают. И вот как раз вопрос с женщиной, да? Ну, не хочет мужчина жениться, и девочки говорят заставлять, не заставлять. Вот на ваш взгляд, как-то надо подталкивать его к этому решению? Или быть выше этого? Безусловно, мне кажется, что все женщины идут на эти хитрости, и все мы подталкиваем наших мужчин к этому. Только все по-разному это делают. Кто-то беременностью подталкивает, кто-то говорит о том, как не может жить без этого мужчины ни одного дня. Мужчины, любящие красивые слова, естественно, ведутся на это. Но я считаю, что в наше время, тем более при 50% разводов на наше население, можно не подталкивать мужчину к браку. Так будет честнее, и если человек тебя любит, он сам захочет, чтобы ты была женщиной его жизни и прожила с ним всю жизнь. Или наоборот. Вот смотрите, вы только что, Алена, сказали, чтобы всегда мужчина этот был с вами. Гражданский брак, мы уже упомянули его перед рекламной паузой. Что мешает? Он рядом, она рядом, они вместе рядом. И тот же Твиттер нам с устами мужскими, естественно, сказал, если ничего не меняется от штампа в паспорте, кому он нужен вообще? Зачем? Вы знаете, тут дело не в штампе в паспорте. На самом деле в нашей стране, в такой нестабильной, штамп в паспорте, он является защитой социальной для женщины. Вот по мне, например, я была бы счастлива, наверное, если бы была неофициально замужем, и с моим мужем мы бы жили просто так. Но дело в том, что у нас есть ребенок, мужу бы пришлось усыновлять этого ребенка, усыновлять следующих. Это столько заморочек с бюрократией, с бумажками. Поэтому, конечно, с романтической точки зрения я бы посоветовала молодым парам не жениться, не оформлять свои отношения. Но с социальной и с гражданской позицией я просто не могу этого говорить, потому что так положено. И тем более у нас еще как-то не прошли отголоски Советского Союза, где очень многим молодым парам родители говорят, когда вы поженитесь, ну вот сначала свадьба, а потом уже все остальное. Алена, скажите, на ваш чисто женский взгляд, что заставляет мужиков тянуть, вернее, откладывать этот поход в ЗАГС? То есть какие вы чаще всего, может быть, от подруг слышали, отговорки мужиков от этого дела? У меня практически все подруги замужем, как-то вот такой дружеский круг у нас весь семейный с моим мужем. Но почему мужчины оттягивают ЗАГС? Это хороший вопрос, я тоже почитаю сегодня твиттер, я есть в твиттере, послушаю, что говорят ваши мужчины, ваша аудитория. Мне кажется, что дело в том, что этот мир мужской, и мы никуда от этого не уйдем. То есть все женщины, если говорить образно, созданы из ребра Адама, естественно, мы всегда хотим быть замужем. Правильная женщина всегда хочет быть замужем. А мужчина, настоящий мужчина, активный мужчина, который зарабатывает деньги, который знает, что такое обеспечивать семью, который как корабль движется напролом на всех парусах по своей жизни, он понимает прекрасно, нормальный мужчина, что это огромная гигантская ответственность взять на себя женщину и взять на себя детей. Конечно, нормальных мужчин больше, и поэтому они женятся. А оттягивают, потому что боятся. Многие оттягивают, потому что не могут сами себя на ноги поставить. А тут еще они прекрасно понимают, что придется ставить еще как минимум жену и детей. А вы знаете, забавная очень штука, вот с гражданскими браками провели исследование, да, и выяснилось, что женщины, которые состоят в гражданском браке, они считают себя замужем. А мужчины в гражданском браке считают себя неженатым. И кто из них прав? Они считают себя свободными. Ален, смотрите, вот я, исходя из ваших слов, вы говорите, что в принципе все правильные женщины, и мне так же казалось, что по большому счету все девчонки хотят замуж. Вот по-любому. А с другой стороны, вы говорите, если бы не вот эти пережитки и социальная необходимость, то вы бы замуж и не выходили. Нет ли здесь противоречия? Неужели желание выйти замуж, это не эмоциональное женское желание? А расчет, в смысле социальных каких-то необходимостей? Выходя замуж, мы защищаемся. Но при штампе, паспорте, и при том, что мужчина считает тебя уже своей женой, безусловно, притупляется романтика, и начинается этот пресловутый быт. Он в любом случае начинается. Даже если люди очень богатые, и у них есть домработницы, няни, и все люди, которые решают бытовые вопросы, быт съедает. И каждый день видеть перед собой Анжелину Джоли, я думаю, что даже и Брэду Питту уже надоело. Она для него нормальная женщина, жена, мать его детей, а не секс-символ, которым, например, мы ее считаем. Красота, она притупляется, остаются два человека на одном пространстве. И, конечно, если люди не женаты, в это пространство еще можно как-то вклинивать романтику, даже если мы живем давно. Но если есть брак, то о любой романтике можно забыть. А вы знаете, что пишут у нас в Твиттере, друзья, просто женское и мужское мнение, да? Смотрите, Ирина говорит, гражданский брак – это трусливый способ сесть на два стула, ну, видимо, с мужской стороны. А Игорь Оленин ей тут же отвечает, наоборот, боязнь привязать, застолбить, штамп в паспорте – вот, проявление трусости и расчета. Ну, в общем, мнение расходится под гендерными принципами. Да, Алёна, почитайте, наш сегодняшний Твиттер – это «Война и мир», там творится невероятное. Кстати, многие девочки тоже пишут, что зачем мне это, к жене все время подай-принеси, а я не хочу, я хочу быть королевой. Давайте поблагодарим Алёну и дадим ей возможность отлучиться и почитать всё-таки Твиттер. Алёна Водонаева, телеведущая и в прошлом участница телепрограммы «Дом-2» была в нашем эфире.